Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу Дополнительный раунд, я ее ведущий Богдан Курилко. Сегодня мы поговорим о самых громких событиях боевого спорта. И я представляю нашего гостя. Сергей Харитонов. Родился 18 августа 1980 года в поселке Пресецк, Архангельской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Шестикратный чемпион ВДВ по рукопашному бою. Трехкратный чемпион вооруженных сил по рукопашному бою. Трехкратный чемпион России по рукопашному бою. Чемпион России по кикбоксингу. Двукратный чемпион мира по универсальному бою. Чемпион ВДВ по самбо. Чемпион Евразии по боевому самбо. Неоднократный чемпион турниров по панкратиону. Серебряный призер чемпионата России по боксу. Серебряный призер чемпионата Азии по боксу. Бронзовый призер Pride GP 2004 в тяжелом весе Мастер спорта международного класса по боксу Мастер спорта международного класса по боевому самбо Здравствуйте, Сергей Добрый день Очень приятно видеть вас в этой студии Я, кстати, ваш большой поклонник Спасибо Скажите, пожалуйста, вы в детстве много дрались? Было всякое В детстве, наверное, в то время всегда Где-то там в детском садике В первых начальных классах Были какие-то драки такие Нормальные детские такие Где-то кто-то кому-то что-то сказал Ну, это нормально Это, я считаю, нормально Не то, чтобы мы били друг друга Прямо в кровь Но такие легкие стычки всегда были Всегда есть тот, кто проиграл Ведь в то время дети в основном жили во дворах То есть их воспитывала улица Если сейчас все немножко по-другому Другое время, другое поколение Никто там особо во дворах не бегает Многие дети сидят в интернете Там или еще чем-то занимаются А то раньше было все как-то так Это было все недоступно Все было намного... Немножко был другой мир Так что, конечно, дрался Конечно, можно сказать После драки, после такого боя уличного Я пошел в секцию бокса Потом и самбо, и гикбоксинга И так далее Ну, вот все спровоцировало Это уличная драка Когда мне там набили лицо То есть как-то так А начиналось все с бокса? Да, начиналось на самом деле все с бокса Отец у меня тренер по боксу В общем, так вот так А он же был вашим первым тренером? Да, отец мой, можно сказать Первый тренер, наставник Это... Я помню, в детстве он заставлял меня Там приседал, отжимался Там приседал там 2000 раз То есть доводил такое Девять целые рекорды Я маленький был совсем там 7, 8, 9, 10 лет Отжимался много Там поднимать переворотом То есть обычные такие вот упражнения Которые Общеразвивающие Общерукрепляющие Бегал, футбол, играл Баскетбол Занимался разными видами спорта И в хоккей также ходил Где тоже там Можно сказать Из-за драки выгнали То есть Вот так В боксе хорошие были результаты? В боксе Ну, как результаты? Результаты занимался Выиграл там чемпионат района тогда В то время Потом Ну, я одновременно занимался И боксом, и рукопашным боем И борьбой И кикбоксингом У меня так получалось Поехал на чемпионат России По кикбоксингу Как помню, тогда Это был 93-й год 93-й Короче, 93-й Так, 93-й А 94-й Это мне было 13 Юноша успел 13-14 лет Вот Выиграл чемпионат России Хотели взять команду Но тренер по рукопашному бою Мне сказал Выбирай либо рукопашный бой Либо кикбоксинг Потому что если сейчас ты идешь в кикбоксинг То Будешь ездить на сборы Вместе Со сборной И вот так-так у тебя все пойдет Ну, я тогда предпочел рукопашный бой Стал чемпионом России По рукопашному бою Ну, и потом Карьера так складывалась моя Поступил в десантное училище Стал чемпионом ВДВ Вооруженных сил Ну, и так далее И так далее И так далее Выиграл разные турниры международные Один из них такой крупный был в то время Это турнир Турнир имени Маргелова Василия Филипповича Это был тогда очень сильный Сильный, серьезный турнир Да, в то время Сейчас как бы давно не был Я знаю, что он проводится Но в то время это был вообще Такой как бы один из самых Это был турнир Примерно уровень Как первенства вооруженных сил Примерно То есть это Очень серьезный уровень Именно в армейском рукопашном бою А потом Чемпионат мира по универсальному бою Второй чемпионат мира по универсальному бою И потом я вот Медленно перешел Познакомился с Федором Емельянниковым Вместе много тренировались Где-то в какой-то степени И большое спасибо ему За то, что я выехал в Японию И выиграл бой Другой, третий И так вот Завязался Стал заниматься этим спортом профессионально То есть в принципе базы Укопашного боя Хватило для того, чтобы начать карьеру Смешанных яненоборцев Ну На самом деле Одно Это идеально Именно вот для того, чтобы Именно для молодого пацана Пока он еще не достиг определенных высот Да, это отличная база армейского рукопашного боя Не только армейского рукопашного боя И боевое самбо И самбо И бокс я просто занимался И ходил в разные секции И тренировался с разными ребятами Из-за этого Одной Нельзя сказать, что у меня была одна база рукопашного боя То есть и тем, и тем, и тем Потом выполнил мастера спорта по самбо Выиграл Выиграл чемпионат ВДВ То есть Я считаю, что Чтобы быть Сильным Скажем так ММАшником То есть бойцом смешанных яненоборцев Однозначно ты не должен быть Либо чисто боксером Или там Чисто борцом Или каратистом Кикбоксером, неважно Или там должна быть одна база Армейского рукопашного боя Ее мало Хорошо, первоначально Это хорошая, отличная база После там Обязательно Сейчас многие ребята занимаются джиу-джитсу Здесь удушающие приемы Болевые на руки, на ноги Хотя в армейском рукопашном бою тоже есть Болевые на руки Но нет удушающих Тех же самых Сейчас в боевом самбо это есть То есть Приятно то, что Много бразильцев, американцев Голландцев Тех же самых Да вообще весь мир приезжает в Россию Здесь Проводят мастер-классы, семинары То есть Сейчас даже можно любой турнир посмотреть Даже тот же вот Был проект недавно М1 Fighter Где я был ведущим Где-то и ведущим, где-то и тренерам Ребятам подсказывал Видно, что ребята уже далеко не Как Даже Возьмем 10 лет назад А вы помните свой первый профессиональный бой Вот именно по смешанным недоборствам? Первый профессиональный бой По смешанным недоборствам Наверное у меня был Да Да Помню, конечно Именно восьмиугольник Я вышел Этого боя нигде особо не афишируют Он был с Романом Зинцовым Об этом даже нигде не упоминают Не говорят В принципе Я Так вот получилось Я приехал в Сочи Хорошо готовился Был у нас очень серьезный Такой Жесткий, захватывающий поединок Фаворитом был Роман Я тоже там напропускался достаточно В этом бою Но победил И Этот бой у меня так вот Как-то отложился в памяти Роману большое спасибо За то, что он мне как-то вот Победив тогда его Он мне как-то самоутвердился Самоукрепился В то время он был достаточно в России Известный, популярный боец такой И до сих пор Я думаю, что сейчас Если бы Рома вышел Он мог бы наломать дров У него Достаточно яркие победы Он дрался и в Прайде Успел захватить Проводил бои в Америке И Был чемпионом М1 То есть это уровень Достаточно серьезный К сожалению, тот бой Не сохранился на видео Нигде на видео не сохранился Я его нигде не видел Где Как бы хотелось бы посмотреть Я думаю, где-то он есть Где-то в чьих-то архивах Это был Какой год-то 99-2000 То есть это именно В восьмиугольник я вышел Я проводил бои по боевам самбо До этого еще В 98-м году В 99-м А вот именно В восьмиугольник Первый раз Моя нога вступила Это в Сочи 2000-й год Я был курсант Это был третий курс Может быть кто-то из наших зрителей Сейчас смотрит эту программу И обладает уникальной записью Помогите Сергею Харитонову Снова пережить эти замечательные мгновения Если действительно Я вот сейчас Можно обратиться Действительно Ко всем Я думаю Кто был тогда В Сочи В Анапе Наверняка Где-то это За 57-м Наверняка Я бы очень хотел Посмотреть этот бой Честно говоря Даже не помню Как я победил Я помню Что остановили Бой закончился досрочно Но не помню Он был ни одну минуту Ни две Он был такой длительный Длительный бой у нас был Очень Там дрались Еще помню По-моему Мы дрались даже Без перчаток То есть Все по-взрослому Все по-взрослому было По-взрослому Но Это неправильно Немножко было Да В то время Были немножко Такие правила По-моему Без перчаток Потому что Я проводил бои в Ялте Тоже в 2000 году Два боя Без перчаток Потом травмировал руку И надел перчаток А так Тогда дрались Вот так Как вот Особо там Не проверяли В то время Там Капу Там Еще что-то Бандаж 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 Одевали А Капу Даже по-моему Тоже не одевал В то время То есть Как бы Можно было Выходить из Капы И без А сейчас Я предлагаю Посмотреть Те уникальные кадры Которые дошли До наших дней Боев Сергея Харитонова Смотрим на экран Пожалуйста Многократный чемпион России И воздушно-десантных войск Рукопашного боя И пикбоксинга Победитель турниров По самбо Панкратиону Призер чемпионатов По боксу С мешами единоборства Сергей Харитонов Пришел в 2002 году Провел 24 боя В ММА Имеет 19 побед Из пяти боев В Кей-1 Одержал победу Нокаутом в трех Семьи Харитонов Один из лучших бойцов ММА Он показывает Отличные результаты В различных единоборствах С 2007 года Выступает Под знаменами Голландского клуба Golden Glory На его счету Участие в турнирах Pride K1 Dream И Strikeforce Хирокая известность Пришла к Харитонову Во время его выступлений В Pride За свою карьеру В ММА И Кей-1 Многие известные бойцы Не смогли устоять Перед его натиском Тацуэ Мидзуно Алистар Оверин Фабрисию Верду Сэмми Шилд Андрей Орловский Марк Миллер И многие другие Сергей проводит Мастер-классы И открытые тренировки Для спортсменов Телепроекты С его участием Показывают Подрастающему поколению Пример здорового Образа жизни Из сигарет Спиртного И наркотиков 28 сентября Компания Golden Glory Организует Большое шоу В Лос-Анджелесе Соперником Сергея Станет ветеран K1 Жером Лебонер Вся Россия Будет болеть За Сергея Каритонова Мы желаем ему Поведы Очень наглядно И Очень Впечатляюще В связи с этим вопрос В конце сентября У вас состоится Бой В рамках Ну пожалуй Самого престижного Турнира по кирбоксингу Golden Glory Причем Турнир легенда И Противник у вас легенда Лебана Прямо вот сразу Три вопроса Первый Почему кикбоксинг Во-вторых Что ждете от боя С Лебанером Потому что Ну он действительно Легенда И в-третьих Это что Новый поворот В вашей спортивной карьере Теперь будет кикбоксинг Или это просто Проба пера Нет Я хочу сказать У меня до сих пор Есть определенные Договоренности С организаторами Турниров Glory Это будет Glory 10 Честно говоря Это очень серьезный Вызов судьбы Дело в том Что мне недавно Сделали операцию Был аппендицит Ну смешная такая операция Казалось бы Там отрезали аппендицит Но тем не менее Я не мог тренироваться Вот я полгода Практически не тренировался Операции не бывают смешных Да Ну я образно говорю Да Ничего такого Ну и что касается Нерассяжения связок Ну да Не переломы А именно Отрезали Не мог там Полностью Полноценно Полноценно Тренироваться Вот сейчас приступаю К тренировкам Будем готовиться Будем работать Будет непросто Потому что Был опять же Перерыв Уже в принципе Нашли Спарринг партнеров Нашли тренеров Кто будет готовить Меня к этому поединку Потому что Хотелось бы Может тренироваться Поехать в Голландию Тренироваться Тем же Кором Хэмерсом Но у него сейчас Большая загруженность Он тренирует Несколько ребят Которые также будут Выступать на этом турнире Глории И решили готовиться В России Также есть хорошие спарринг партнеры Повторяю Есть отличная база Мы уже все знаем Много где были Так что Ничего для нас Нового и удивительного Лебанер Лебанер Однозначно Звезда К1 Но это уже будет Не К1 А Глория Называться Ну правила в принципе Они Такие же Очень похожи Будет жалко Что конечно Без борьбы Без элементов борьбы Ну это вызов судьбы И я Повторяю Что я продолжаю Заниматься ММА Дальше Будут бои По правилам ММА Ну такое вот Начало После операции Будет непросто Я хочу сказать одно Что я всегда привык Принимать такие вызовы У меня были И взлеты И падения Были серьезные поражения Когда многие от меня Ждали победы Настроен только на победу Ну а Как всегда говорю Что победит сильнейший И все покажет ринг Возвращаясь К подготовке Глории Кто ваш сейчас Спарринг партнер И кто вообще В вашей команде Я сейчас не буду Много всего Рассказывать И говорить В ближайшую неделю Уже точно Сформируется Моя команда Провожу Много тренировок Сейчас Без ног Что касается Стойки И ударов руками С Александром Поветкиным У него сейчас Серьезные Испытания в жизни Серьезный бой С Владимиром Кличко Наконец-то Это свершилось И определенное число Как раз 28-го числа Я вернусь В бой в Америке Будет Пару дней еще там Наверное Буду потом вернусь Как раз приеду И 5-го октября В Олимпийском Будет серьезное Наверное Это Самый Серьезный шаг Будет в Корее Александра Так что Желаю ему Только победы Буду болеть Буду там Присутствовать В зале Так что Много сейчас Тренировок Провожу с ним А как вы оцениваете Его шанс С Кличко У него есть все Что победить На самом деле Есть все Многие считают Что нет Володя Там как бы Номер один Согласен Он сегодня чемпион И Как бы про него Не говорили И Братьев Кличко Можно уважать За то что Они уже Сколько лет подряд Не проигрывают И держат Этот Олимп Они Корявые Они неудобные Показывает Может не для всех Очень красивый бокс Но тем не менее Они побеждают А победителей Не судят Так что Желаю Александру Проявить себя Показать Хорошему хотелось Конечно Нокаута Ну и он сделал Очень смелое заявление Он сказал Что он однозначно Рубанет Кличко Это приятно Приятен его настрой Я вижу У него глаза горят У него есть Как говорится Азарт Стимул И У него есть все Что победить Надеемся Что это свершится Наконец-то Одна из главных Интриг Этого сезона Предстоящий Бой Наверное Лучших Тяжеловесов UFC Веласкеса И Дос Сантоса Вот как вы Оцениваете Шансы Этого боя Удастся Веласкесу Повторить То что он Однажды Сделал С Дос Сантосом Или В этот раз Результат Непредсказуем Не знаю Кто как готовится Если бой будет Стойкий Больше шансов У Дос Сантоса Если Веласкес Переведет его В партер Немножко его там Подзамотает Вымотает Побьет Сверху Посидит Просто достаточно Что он его Подзамотает То У Дос Сантоса Шансов Нет Вот и все То есть вопрос Только в том Вопрос в том Кто устоит на ногах Правильно И Кто подойдет В такой физической форме Ведь никто не Застрахован На травму повторяюсь Да Сколько было тогда В моей карьере Было Сколько Таких вот Курьезов Готовишься В идеальной форме Раз получил травму Вот То ли Весь бой Насмарк То ли Приходилось Отказываться От поединка Так что Я думаю Что они Подойдут В нормальной Креп Здоровой Физической форме И будет Интересный бой Однозначный бой Я постараюсь Смотреть его В прямом эфире Ну если Ничего У меня не будет Никаких поединков И боев То я Может быть Даже Полечу в Америку И посмотрю Его Поприсутствую Там Так что Посмотрим Посмотрим Всем желаю Обоим Желаю Победы Потому что Это сейчас Наверное Два Самых таких Сильных И Перспективных Бойца А что Можно говорить Что есть Такой-то Есть Такой-то Боец Шансы У одного У другого Но они Сейчас Чемпионы Лидеры И один Был чемпионом И другой Они Интригали Показали Что Александр В последнее время Как бы Попытался Вернуться Скажем так В новом Амплуа В амплуа Человека Выцеркленного Человека Который Ведет Несколько Новый образ Жизни Чем тот Образ Жизни Который Был до Этого Ну и Как мы Знаем События Последних Дней Что Опять Скандал Опять Он сорвался Опять Какие-то Вокруг Него Инсинуации В связи с этим Как бы Вопрос Ну во-первых Я вообще На сегодня Не понимаю Состоится Ли этот Бой Выйдет Ли Мирка На него Подумался Как Я с ним Не общаюсь Если я На соревнованиях Или где-то Я На каких-то Мероприятиях Я вижу Федора С Александром Я не общаюсь Не знаю В какой форме Находится И как он Себя там Ну вот Как события Из интернета И как люди Говорят Да вокруг Что вот Он вернулся Был где-то Там Как-то Там Себя в чем-то Ограничивал Отпустил бороду Ну отпустил бороду Это еще ни о чем Не говорит Я не знаю Если он действительно Одумался И собрался Я скажу честно Когда-то я тренировался Александром В одном зале И это достаточно Сильный И мощный парень Достаточно Талантливый боец Но в связи Вот с этими событиями Которые происходили Он себя просто Растратил И То что сегодня Вот он имеет Те же Последний ряд Последних поражений Ну недавно Конечно Недавние события Победа над Бобом Сапом И Неизвестным Бразильцем Она пока Не дает ему Не дает Нам всем Оценки То что Сегодня Александр находится В хорошей физической И технической Форме Да Так что Все покажут бои И шансы есть Во-первых Мирка уже не тот Который был тогда Когда они проводили Первый свой поединок Мирка После этого боя Уже побывал Там Наверное Раз пять Был в нокаутах И В UFC Он по-моему Там Выиграл Один или два Поединка Мирка Остальные все бои Проиграл нокаутами То есть сегодня Это уже не тот Мирка Филиппович Хотя он выиграл Гран-при Последний Тяжеловесов Который проходил У него в Хорватии Но это уже не тот Мирка Однозначно Хотя Нокаутер Всегда опасен Даже в том возрасте Который он сегодня есть Если бы даже Мне сегодня Предложили бой с Миркой Я бы сказал Нужно готовиться Однозначно Потому что Этот человек Непредсказуемый И может Нокаутировать Даже сегодня Шансы есть Если будет готовиться Соберется И вернется К тренировкам Не будет Разгильяйничать Заниматься Разной Непонятной ерундой То почему Шансы есть Высокий Здоровый С ударом Достаточно серьезным ударом Я знаю что это такое Я так же проигрывал Когда-то Александру И когда-то стоял Тренировался с ним Так что Есть шансы Есть шансы Все зависит от него Все зависит от него Если он соберется И будет работать Почему нет Ну тоже Не очень приятная тема Известно Что у вас был Достаточно затяжной Такой плотный конфликт Который обсуждался В интернете Было несколько интервью Ваше интервью В его интервью Где друг друга Обвиняли во всех Смертных грехах Если мы говорим Про шансы Возможен ли шанс Что у вас Ну просто по-человечески Наладятся отношения И Другой Совсем вопрос Возможен ли шанс Что вы выйдете И выясните Свои отношения Время Что касается того Поединка Мне многие Звонят и говорят Сергей Не хотите встретиться С Александром Емельяненко Подраться У нас на турнире Я говорю Почему нет Делайте Достойное предложение И мы Выступим Почему нет Если будет готов Александр Я буду готов я И нас Все будет устраивать Я готов Я готов Драться Да я готов драться Нет ничего личного Готов Но опять же Мы не просто Не можем Непонятно Где выйти Там Где-нибудь Во дворе И подраться Или там На каком турнире Это интересно людям Если действительно Составляет интерес Зрителя И Это пойдет Соберет большие рейтинги И Соберется зал Это будет интересно Народу Почему нет Я готов Я готов выйти От представителей Более Старых Видов Единоборств Ну таких как Дзюдо Бокс Карате Я слышал такое мнение Что Миксфайт Или смешанное единоборство Это такая новомодная штука Этакие современные гладиаторы Сейчас вот все В это наиграются И Это как вот Такая популярная мелодия Останется в истории А все вернется на круги своя И снова все будут заниматься Боксом Карате И дзюдо Вот Миксфайт Как спорт Вы считаете Пришел навсегда И он будет только развиваться И он может исчезнуть Потому что Это просто Правила соревнований Я не знаю Что там будет завтра И послезавтра Сегодня Все идет в гору Сегодня Всем это интересно Сегодня Даже уже В поселках В деревнях Даже Кто по возможности Ребята открывают залы Тренируются Почему нет И кто-то себя Не смог реализовать Самбо в том же Ну у него Может быть он Вот Простой пример Могу привести Например Того что Федор Федор Емельянька Да Он достаточно серьезно Боролся Был чемпионом Кубка Европы Под дзюдо Входил в тройку Сильнейших Самбистов России Но он никогда Не был чемпионом России Тем же по самбо По боевому самбо Он стал чемпионом России По боевому самбо Пускай Тот человек Который Выиграл у него Тогда по самбо Выдесни По правилам ММА Все мы прекрасно Понимаем Что у него Просто нет шансов Никаких То есть Человек ММА Дает возможность Тому кто не Реализовался В том же боксе Реализует себя В нашем виде спорта В ММА Или борец Который Действительно Вот он Борется Входит в тройку В пятерку Не может себя проявить У него Предрасположенность К той же ударной технике Больше может быть Он сможет сделать Это в том же рукопашном Более Я вот в самбо Честно говоря Не добился ничего Выполнен мастером спорта И думаю Что дальше Если бы я выступал Не знаю Что бы мог Может быть Там Мог войти Может быть Мог войти В пятерку Может быть По самбо Явно не тот результат Я думаю Что не мог Пускай Я повторяю Я готов Уйти на бой С тем же Чемпионом России По самбо Или с чемпионом мира По самбо И я сделаю то Что Например Если мы с ним Боролись в куртках Я возможно Не смогу им провести Даже борска А Вот я повторяю Да Что я Ребята Выходил С международниками По самбо В том же Армейском Рукопашном Бое После того же Удара Уже легче сделать Привести Какой-то бросок То есть Встряхнул Раз человек Поплыл Да В нокдауне Раз Я сразу провожу бросок Либо проход в ноги Либо хорошо делал В то время Подхват Под обе ноги То есть У меня получается Все вместе То есть Ударная техника Соединена С борцовской Мне тяжело было бы Выступать чисто По самбо Или Ну выступаю Конечно И по боксу И по кикбоксингу Но Тем не менее Все равно Я рукопашник Я уже Не могу Мне уже тяжело Перестроиться На ту или иную Я выступаю Повторяю Опять же Это тот же К1 И тот же Дрим Не Дрим А точнее Глори Те же турниры Все это для того Чтобы Укрепить свою базу В ММА И выступать Дальше По правилам ММА Я считаю 33 года Для мужчины Для спортсмена Для тяжеловеса Это еще не возраст И я себя еще проявлю Уверен Сейчас Опять вот После этих операций Всех Опять сейчас Вроде бы Бестрам Слава Богу Да И Думаю Что все нормально будет И в ближайший Там Год Полтора Два Мы себя проявим Покажем Еще Я уверен Что еще Имя Сергея Харитонов Оно будет прославлять Честь России Если говорить Про честь России Мы Все очень гордимся Такими бойцами Как Федор Емельяненко Мы гордимся Такими бойцами Как Сергей Харитонов И тем не менее На этом фоне Ну не секрет Что много разговоров О засилии В миксфайте В частности Ребят с Кавказа И причем Их становится Все больше и больше И они побеждают Что это Россияне Обленились И не хотят Тренироваться Или они Действительно Сильнее Быстрее И злее От раздачи Те же ребята С Кавказа Это те же Россияне И У меня нету Каких-то Межнациональных Разногласий Я тренируюсь Ребятами И с дагестанцами И с чеченцами И с ингушами Я не говорю Разногласия Да Я сейчас говорю Дело в том Что Там У них На Кавказе Как-то Вот к спорту Прививают с детства У нас Если сейчас Нынешний Показатель Если мы Возьмем Советский Союз То было все Везде одинаково Совершенно верно Сегодня Наша молодежь Посмотрите Можно сказать Уже С 1-2-3 класса Они уже там Сидят в айпатах Сидят Там Никто уже особо Там где-то Даже я повторяю О том Что мы в начале Передачи говорили Там прогулки Какой-то Какой-то спорт Никому это стало Неинтересно Я Вот Мы как-то сидели С друзьями Обсуждали Что если сейчас Начнется Какой-то Конфликт Мировой Вооруженный Наша молодежь Вот так Будет с айпатами И пойдут Воевать с айпатами Это ненормально Интернет интернетом Все должны быть Образованные Все должно быть Идти в ногу Со временем Мы должны развиваться Мы не должны быть На том уровне На котором были Там 10-20 лет назад Но тем не менее Народ сейчас Просто Порабощен Интернетом И вместо того Чтобы тренироваться И заниматься Там Какой-то той же Наукой Развиваться В каких-то разных Областях Отрастях Мы сейчас Посмотрите По улице Пройти недолго Идет там Молодой здоровый Вроде бы парень Идет с бутылкой пива Там сигареты Мне вот на это Честно говоря Не очень приятно смотреть Вроде бы Как вот Сейчас вижу Есть какие-то изменения Это последние там Те же там 5-7 лет Да Вроде бы все Стали заниматься Вроде как-то Спорт стали Пропагандировать И этого стало меньше Но тем не менее Это осталось Все Для кого не секрет Что Нет проблем Сейчас Там Где-то на дискотеках И так далее Все там Достают эти наркотики Пожалуйста Вот оно все доступно Это же пиво Это водка Все Это не может быть нормально Если раньше В Советском Союзе Когда-то Я не то что Я фанат Я там коммунист До мозга костей Я просто говорю Была определенная система И там после 11 После 11 Все дети были уже дома И была система Спортивного воспитания Да Все правильно Все было Даже начальная Военная подготовка Сейчас армия Она вообще Нафиг никому не нужна И пойти Если ты пошел в армию Значит ты Лох там Значит ты какой-то там Не Не доделанный Это неправильно Это неправильно Было раньше Я рвался Я рвался Если бы я не поступил В военное училище То я пошел бы Служить в армию Однозначно Я считаю Что Ну Мы не берем Спортсменов Те которые там Идут к результату Да Но они все равно Раньше Также были там ЦСКА СКА Там где угодно Но они Где-то почувствовали И надели форму Они приняли присягу Они стрельнули с автомата Как вот ВДВ Приляли с парашютом Там или еще что-то Но Была Даже в школе Была начальная военная подготовка То сейчас Никому это не надо Все вот как-то Вот так вот В армию Да зачем в армию Я вот с молодежью раз говорю В армию Да потерять целый год Там или два Да зачем мне это надо Это неправильно Неправильная постановка вопроса Неправильное воспитание Из-за этого И сейчас Вот мы видим Молодежь с сигаретами С бутылкой пива Если бы он знал Что ему завтра Реально сдавать На физкультуре надо Если он получит двойку То его там Где-то задержат Там где-то оставят Чтобы он там Передавать заставят А сейчас Та же физкультура Сдается Договорились с физруками Там с учителями физкультуры Сейчас научили Физкультуру посмотреть Ну Есть учителя физкультуры Достоин Есть еще Однозначно В регионах где-то есть Ну вот так посмотришь Я буду как-то присутствовал На уроке физкультуры Все пришли В джинсах Там смотрю Девчонки стоят В курилке покуривают Там раз там Побежали Вот они вот Сделали вид Побежали До поворота добежали Дальше пешком пошли Им без разницы Два там будет Или там еще что-то Они договорятся С другом Не знаю Своими способами Какими-то И им поставят Там нормальные оценки Это неправильно У нас Вот Все-таки Картинка Советского Союза То что там было То что касается И армии И физкультуры Мне очень она Симпатична И нравится Тогда были результаты Посмотрите Того времени Спортсмены Они дрались Тогда не за деньги Как у нас сейчас На первом плане На первом месте У людей стоят деньги То есть даже многие Не говорю про всех Опять же Есть люди Которые не просто Там выступают Они выступают Чтобы Защитить Честь страны И так далее Многие Даже во многих руках Спортсмены Вот мы поедем Если мы выиграем Мы получим Такое определенное Количество денег Или нам подарят то Нам подарят это У людей на первом месте Стоят деньги Это уже неправильно Я согласен Что без этого никуда И все мы должны Думать о том Как заработать Как прокормить Свою семью И так далее Но когда на первом месте Стоят деньги Это уже неправильное Воспитание Посмотрите Сейчас на Олимпиаде Борются за Первое и второе место Это Китай и США Россия Ну Треть, четвертая, пятая Вот где-то мы будем там Мы будем Это неправильно Для меня это Какой-то удар Потому что Если бы Человек знал Что он приедет С удаст Олимпийских игр И если бы он проиграет Мы не можем быть уверены Что мы победим Это Олимпийские игры Это верх Но Когда человек Просто приехал А, ну буду участником Ну и нормально Отучаствовал Ну отучаствовал Отучаствовал И так же Мне там Что-то там Пообещали Что-то сделали Я уже участник Олимпийских игр Когда человек Едет туда И он Вот у него Он может и поиграть И третьим стать И пятым И десятом Каким угодно Он должен Но он должен Ехать с тем настроем Что не только там Если я там выиграю Я заработаю денег Деньги Это не самый главный стимул Когда он будет ехать И когда он будет понимать Что тут смотрят все Родители Близкие Друзья Вся страна за него болеет И переживает Если он Не победит И то Грубо говоря Там Его там Я не знаю Там Не то что позор Но на него будет определен давление Тогда бы он по-другому себя вел И проявлял А у нас спортсмены У некоторых по три По четыре олимпиады ездят А съездят Как пассажиры Как просто участники В этом Я считаю Это Это ненормально Должен быть стимул Не у всех получается Я согласен Многие сильные боксеры Даже скажем так Я могу привести Того же Евгения Макаренко Да Когда-то он Он прошел Достойный парень Он выиграл чемпионат мира Чемпионат Европы И все Ну не повезло на это На олимпиаде Ну что сделать Он пытался Он сделал все Для того Чтобы стать чемпионом Всякое может быть Но он сделал все Но он сделал все Да Я знаю этого человека Он сделал все Для того Чтобы победить Но не получилось Я просто говорю Что у многих настрой Только Выиграю Заработаю Не выиграю Ну заработаю Меньше Это неправильный подход Должна быть сторона Как вот она И сейчас У китайцев У американцев У них Когда вот Майкл Фелбс Который рекордсмен По числу Золотых медалей В плавании Сейчас он Да Богатейший человек У него достаточно всего Рекламные контракты И так далее Но тогда Когда он ушел И у него У него была страна Я помню Один заплыв Он на чемпионате мира Уже после олимпиады Когда он На 100 метров Плыл Не помню Как он плыл То ли кролем То ли убрался Как он плыл Не помню Честно говоря Но он На старте Когда был старт Он чуть-чуть опоздал И он где-то на полкорпуса На полкорпуса На 100 метров Представляете На 100 метров На полкорпуса Он отставал Так он Обогнал всех На полкорпуса И вот у него Когда он выиграл Когда он победил Он себя там Постучал в грудь И у него прям И видно человек Не просто Вот он А он За свою страну Сделал это Не там Не какие-то деньги Которые мы там Что-то Должны заплатить А он именно Прямо у него вид У него лицо Как он всем доказал Что он сильнейший Что он не просто сильнейший А он американец То есть у него флаг У него все То есть это Говорит о многом То есть у него страна впереди А уже потом все остальное Вот и все Так что Многим нашим спортсменам Я думаю Надо поучиться У таких Как у Майкл Фолбс Спасибо Надеюсь Что прислушаются Наши спортсмены Спасибо вам Что пришли к нам Я по крайней мере Точно буду Болеть за вас На турнире Голден Глори И на всех Остальных турнирах В которых вы будете Принимать участие И надеюсь Что вы всегда Будете в них Победителем Будем готовиться Будем настраиваться Как говорится Судьба Она штука такая Может быть Кто знает Мы еще и там В Глори Покажем себя И проявим Будем для этого Стремиться Работать Спасибо Что пригласили На передачу Будем Перед такими Ответственными боями К вам приходить Рассказывать Будем делиться Со зрителями Чтобы вам было Интересней Чтобы Был какой-то Стимул У молодого поколения Спасибо 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 за приглашение Спасибо Всем удачи Дорогие друзья Вы смотрели Программу Дополнительный раунд И я ее ведущий Богдан Курилко Заходите к нам На сайт www.boyec.ru До свидания До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok